Привет, меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Удрявый космос», где я рассказываю об уходе за волосами, косметики для волос, но пришло время наконец-таки разобраться из косметика для лица. И начну с пептидов, потому что считаю, что они гениальны, они хорошо изучены, они не вызывают привыкания, ими можно пользоваться практически любому человеку. Я объясню, что такое пептиды, как они работают, как найти их в составе косметики, а также поделюсь с вами своими любимыми продуктами, содержащими эти компоненты. Это дело. Итак, почему нужно выбирать пептиды, и почему вокруг них сегодня столько хайпа и шума? Что такое пептиды? Если упростить, это цепочки аминокислот в определенной последовательности. Из аминокислот состоят наши белки, то есть это строительный материал для белков. Пептиды различаются по длине. Бывают короткоцепочные пептиды, олигопептиды и длинноцепочные пептиды или полипептиды. Олигопептиды содержат до 20 аминокислот, и они хороши тем, что они не вызывают иммунного ответа, то есть невозможно получить на них аллергическую реакцию. Полипептиды — это уже длинные цепочки аминокислот, у них есть свои сферы применения в медицине, но в косметике они обычно не используются. Именно короткие цепочки аминокислот, то есть олигопептиды, используются в косметике, потому что они, как я уже сказала, стабильны и не вызывают аллергических реакций. Существует такое мнение, что все пептиды работают одинаково, но на самом деле это не так. И то, какими именно свойствами обладает пептид, определяется не только, скажем так, его составом, то есть тем, какие аминокислоты входят в этот пептид, но и именно структурой, то есть тем, как эти аминокислоты расположены. Что за чем идет, грубо говоря? Ну, то есть, пример, у нас есть три аминокислоты — А, В и С. И два пептида. Первый пептид — вот у него последовательность А, В, С. Во втором, например, С, А, В. Да? То есть аминокислоты одинаковые, разная последовательность. И чтобы вы понимали, свойства у них могут быть абсолютно разными. Например, этот пептид будет направлен на выработку коллагена, а этот пептид, его основное свойство будет в сжигании жира и улучшению контура кожи. Кроме того, есть разные группы пептидов. Например, для меня было откровением то, как работают пептиды матрикины. Изначально пептиды матрикины использовались в медицине. Они ускоряют выработку коллагена и тем самым быстрее заживляют раны. И вот немецкий ученый Карл Линтер подумал, а что будет, если нанести такой пептид на здоровую участок кожи. Что вы думаете? Этот участок воспринимает информацию, что у него что-то не то. И начинает вырабатывать особо быстро, сильно, в больших количествах коллаген. Тем самым, этот участок кожи обновляется быстрее. Ну а отсюда улучшение эластичности и сокращение морщин. Гениально! Кроме этого, я также узнала, что есть другая группа пептидов, которая работает как ботокс. Ну вот, в прямом смысле, как ботокс. Такие пептиды воздействуют на нейротрансмиттеры. Они блокируют их активность, чтобы мышцы не сокращались. В результате кожа выглядит более здоровой, и морщины сокращаются без ботокса. Эффект от разных групп пептидов может проявляться в разные сроки. От двух недель до полугода. Кроме того, я по себе вижу, что эффект постепенно проявляется, он как будто накапливается. Ну и тоже нужно понимать, что это все-таки не инъекции, и это не косметические операции. Это просто хороший компонент. То есть у него не будет прям подтяжки лица или какого-то омоложения на 10 лет. Нет, будут какие-то незначительные мелкие перемены, которые, возможно, видны будут вам. Вот вы проснулись, вы понимаете, что у вас более свежее лицо. Оно какое-то сегодня сияющее. Вот так вот с течением времени как бы ты чувствуешь, что кожа становится чуть лучше, чем была до. Это я про себя говорю. И то, как я вижу на себе влияние пептидов. Есть и другая сторона медали. Вы купили крем с пептидами, условно намазались им, и там практически сразу же видите эффект, и всем говорите, какой классный продукт. Скорее всего, здесь дело не в пептидах, а в других компонентах, там в силиконах, например, которые могут заполнять поры и красиво разглаживать кожу, да, например, как базы под макияж. Тоже самое делают. Вот, или многие кремы так работают. Это просто такой временный эстетический эффект. Ну, временный в плане, там, на один день, пока не смоешь крем. Следующий вопрос, который многих интересует, почему кремы с пептидами такие дорогие? В общем-то, как я узнала, технология синтеза пептидов, она трудоемкая, и это уже определяет высокую стоимость. Однако хорошая новость в том, что пептиды могут работать в мизерных концентрациях, их не нужно много. Но давайте будем честны, цены на продукты с пептидами определяются не только их эффективностью, трудоемкостью, процессы синтеза сырья, но также и хайпом, который сейчас возник вокруг этих компонентов. А еще возьмите затраты на маркетинг, имя бренда, и вот вам высокая маржа. Как найти пептид в составе? По слову пептид, только нужно понимать, что мы ищем короткоцепочные пептиды, то есть три пептид, гексапептид, то есть до восьми. Мои любимые продукты с пептидами, чем я пользовалась и что я могу точно вам рекомендовать, во-первых, это сыворотка пептидная от бренда Савеки или Савеки, я не знаю, как ее правильно называть. Почему? Потому что здесь весь спектр пептидов, и результат я действительно вижу с течением времени, что вот у меня какая-то менее уставшая кожа, как будто чуть-чуть вот отдохнувшая более выгляжу. Это крем для тела Medix 5.5, это бренд, который я нашла на iHerb, здесь тоже есть короткоцепочные пептиды. Мне нравится, в принципе, что этот крем дает такой эффект увлажнения и легкого, ну как бы, блеска, да, то есть кожа выглядит с ним более здоровой, при этом очень важно. Крем не жирнее. Совет от моей мамы, ей за 60 лет, и она в восторге от души Lift Active Collagen Specialist. Здесь тоже есть различные пептиды, и она говорит, что это один из лучших кремов, который она пробовала. Вот, я уже ей взяла вторую баночку. В общем-то, на этом моя рекомендация заканчивается. Если вам интересно, то я для себя хочу еще попробовать вот такой пептидный комплекс от The Odinary и вот такой крем от Cesdermont. Хочу его в следующем, собственно, купить, потому что у меня заканчиваются пептиды, и заменю их на этот крем. Еще такой совет от косметологов, которых я читаю, они советуют чередовать вот эти вот пептидные комплексы. То есть я купила, например, эту сыворотку, отпользовалась ей, больше в следующий раз я ее не покупаю, покупаю что-то другое, пользуюсь им, и потом, например, снова возвращаюсь к этой сыворотке. При таком подходе будут, ну, более заметны для меня, для вас результаты. Кроме этого, я составила список продуктов с пептидами, которые можно найти на iHerb Look Fantastic. Если вам интересно, то ссылку я оставила в описании под этим видео. Как вы видите, хайп вокруг пептидов, он, ну, не такой уж и необоснован. На самом деле, компонент классный, хорошо изученный, и подходит практически всем. Теперь мне хочется с пептидами прям все, и что-нибудь для губ, и что-нибудь для тела. Ну, в общем, увлеклась. Я жду ваших рекомендаций, ваших впечатлений от использования. Если вы пользовались какими-то продуктами с пептидами, напишите, пожалуйста, что за продукт, понравился, не понравился. В общем, ну, мне интересно. Я думаю, что и зрителям другим этого видео тоже будет интересно почитать. Спасибо за внимание. Живите долго. Пока.